Здравствуйте! Сегодня мы работаем над повестью «Фаталист», которая завершает роман «Герой нашего времени». Ею заканчивается история души героя, жизнью которого мы знакомились с первой главы. Михаил Юрьевич Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Анализ повести «Фаталист». Оценка романа Виссарионом Григорьевичем Белинским. Тема судьбы – одна из постоянных в раздумьях главного героя. В повести «Фаталист» она становится центральной. И сегодня нам предстоит ответить на вопросы. Почему Печорин не нашел счастья в жизни? В чем его трагическая обреченность? Как решается проблема смысла жизни в повести? Почему роман завершается этой главой? Мы выявим авторское отношение к герою, а также познакомимся с точкой зрения Белинского о романе «Герой нашего времени». Нам нужно выяснить значение слов. Судьба, рок, предопределение, фатализм, фаталист. Предопределение. То, что предопределено, предназначено кому-либо, судьба, рок. Судьба, участь, доля, жизненный путь. Рок, судьба, фатализм, вера в фату. В нетвратимую судьбу, основанная на представлении. Будто все в мире предопределено, и человек ничего не в силах изменить. Фаталист. Человек, верящий в фатум. Склонный к фатализму. Обратитесь к тексту и проследите, как раскрывался характер главного героя на протяжении романа. При выполнении задания нажмите на паузу. Подумайте над вопросом. Верит ли Печорин в судьбу? При выполнении задания нажмите на паузу. Он говорит. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня, моей матери. Она предсказала мне смерть от злой жены. Это меня глубоко поразило. И это высказывание не вызывает доверия. Оно слишком наивно, чтобы принять его всерьез. Слишком похоже на отговорку закоренелого холостяка, не желающего расстаться со своей свободой. Но если внимательно вчитаться в текст романа, можно заметить, что герой постоянно упоминает судьбу. Все, что делает Григорий Александрович Печорин, похоже на вызов брошенной судьбе. Он из любопытства преследует контрабандистов, играет чувствами и судьбами Беллы, княжны Мэри, провоцирует дуэль с Грушницким. Но ярче всего мотив предопределения звучит в последней части произведения. В голове — фаталист. Фаталист. Каждый герой романа является самостоятельным образом, со своим характером, манерами и философией. Все они содействуют раскрытию разных сторон личности Печорина. Вы уже знакомы с понятием «литературный двойник». В голове «Фаталист» им является Вулич. Повесть построена как цепь из трёх эпизодов. В первых двух действующим лицом является Вулич. В третьем он жертва, а действует Печорин. Все три эти эпизода — состязание с судьбой, то есть со смертью. Эпизод с карточной игрой характеризует равнодушие Вулича к опасности и возможной смерти. Предлагаю вам прослушать фрагмент аудиоспектакля «Фаталист» режиссёра Алексея Баталова. Кто он, Вулич? И как его образ помогает нам понять Печорина? Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге. Тут же стоял батальон пехоты. Офицеры собирались друг у друга поочерёдно, по вечерам играли в карты. Однажды, наскучив бастоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора очень долго. Разговор против обыкновения был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находят и между нами, христианами, многих поклонников. В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени. Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характером. Высокий рост и смуглый цвет лица, чёрные волосы, чёрные проницательные глаза, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, всё это будто согласовалось для того, чтобы придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарища. Была только одна страсть, которой он не таил. Страсть к игре. За зелёным столом он забывал всё и обыкновенно проигрывал, но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств? Я предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своей жизнью или каждому из нас заранее назначена роковая минута. Кому угодно. Только не мне. И не мне. Придёт же в голову. Вы в самом деле полагаете, что есть доказательства? Предлагаю пари. Какое? Утверждаю, что нет предопределения. Вот тут десятка два червонцев. Держу. Майор, вы будете судьёй. Вот пятнадцать червонцев. Остальные пять вы мне должны. Сделайте мне дружбу, прибавьте их к этим. Ну хорошо. Только я не понимаю, в чём дело. Как вы решите спор? Вуллич молча вышел в спальню майора. Мы за ним последовали. Он подошёл к стене, на которой висело оружие. На удачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов. Мы ещё его не понимали. Но когда он взвёл курок и насыпал на полку пороху, то многие невольно вскрикнув схватили его за руки. Что ты хочешь делать, порочи? Вуллич! Остань! Что ты хочешь делать? Да ну в самом деле, чтобы полно... Послушай, ты же сумасшедший. Господа! Кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев. Я замечал, и многие старые воины подтверждали моё замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы. Вы нынче умрёте, сказал я ему. Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно. Может быть, да. Может быть, и нет. Вуллич всегда готов бросить вызов судьбе. И если сначала он это делает без каких-либо предварительных рассуждений или объяснений, то позже его решению бросить вызов судьбе предшествует общий разговор о том, будто судьба человека написана на небесах. Давайте сравним Вуллича и Печорина. Что общего у этих героев? Чем они отличаются? При выполнении задания нажмите на паузу. Печорин усомнился. Не знаю, наверное, верю ли я теперь в предопределение или нет, но в этот вечер я ему твёрдо верил. И как подтверждение тогдашней его веры, к нему приходит известие, что Вуллич убит. Сообщение о последних словах Вуллича должно, казалось бы, убедить Печорина, что рог действительно существует. Он был при последнем издыхании и сказал только два слова. Он прав. Я один понимал тёмное значение этих слов. Они относились ко мне. Фаталист как будто оставляет открытым вопрос о предопределении. Но Печорин не желает быть игрушкой в руках судьбы. Зеркальный эпизод с пьяным казаком. Попытка испытать судьбу. Испытание кончается для Печорина счастливо. Он не убит и даже не ранен. Но ни в чём не убеждается и снова возвращается привычное для себя состояние от сомнения к сомнению. Печорин – герой своего времени. Проблема фатализма так и не решена до конца. И рассуждения Григория Александровича отражают ещё одну важную черту поколения – сомнения. Я люблю сомневаться во всём, как отголосок бремени познания и сомнения в думе. Философские корни сомнения – в неверии. Именно отсюда склонность к рефлексии – своеобразный героический эгоизм. Обратитесь к тексту романа и ответьте на вопрос. Как характеризуют Печорина герои и автор на протяжении романа? При выполнении задания нажмите на паузу. Проверьте себя. Отделившись от героя, автор использует возможность объективной оценки его. Не случайно, нарушая хронологию происходящих событий, Лермонтов подчиняет композицию главной идее – постепенному раскрытию образа Печорина. Глава-фаталист играет в романе роль своеобразного эпилога. Печорин вступает в поединки с горцами, контрабандистами, с обществом. Но последний поединок – поединок с судьбой, самый решающий. Печорин вновь осознает себя одновременно топором в руках судьбы и ее жертвой. Согласны ли вы с утверждением Белинского? Герой нашего времени – это грустная дума о нашем времени. Все события, мысли, деятельность построены на исторической подоплеке. Герой нашего времени – не исключение. Печорин близок к автору и напоминает его самого. Лермонтов критически относился к Печорину. Многие современники писателя увидели в герое карикатуру на свое поколение. Гончаров и Белинский отнесли Печорина к разряду лишних людей. Совершенно очевидны многочисленные недостатки героя. Его эгоизм, сдержанность, переходящие в равнодушие. Но судьба этого персонажа волнует и трогает нас. Печорин был лучше, чем он пытался представить себя в глазах окружающих. Он хоронил лучшие свои чувства, боясь насмешки в глубине своего сердца. Там они и умерли. Поэтому нельзя со стопроцентной вероятностью утверждать, что персонаж данного произведения художественен. Печорин так и не раскрыл свое настоящее лицо. Роман оставляет после прочтения ощущение недосказанности, неразгаданности. Данный недостаток, как считает Белинский, и есть достоинство данного произведения. Не случайно роман заканчивается именно этой повестью. В ней поднимается очень важный философский вопрос, который всегда мучил людей. Предопределена ли жизнь человека, или он сам, своими руками, строит собственную судьбу. Печорин так и не сумел разгадать своего предназначения. Не нашел цели в жизни. Предопределение, рок, судьба. А что им можно противопоставить? Несомненно, волю человека. Однозначного ответа о судьбе автор не дает. Но все-таки вопрос о судьбе и правах личности на самостоятельность Лермонтов решает в пользу человека. Быть просто игрушкой в руках судьбы унизительно. Я думаю, вы нашли ответы на вопросы, но вместе с тем у вас появились и новые. Предлагаю вам выполнить тест и проверить свои знания. А я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание.